Нападение на пограничников, ухудшение экологии Крыма за время оккупации. День тренеров впервые отмечают в Украине. Это итоги дня. Добрый вечер. Президенты Грузии, Молдовы и Украины подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС. В Батуми завершилась встреча лидеров стран ассоциированного трио. Все подробности знает наш корреспондент Артем Голуб. Он с нами уже на прямой связи с Батуми. Артем, расскажи, о чем договорились европейские лидеры? Да, сегодня в Батуми представители европейских стран, президенты ассоциированного трио подписали Батумскую декларацию, в которой указано, что для Грузии, Украины и Молдовы нет альтернатив, кроме как внедрения в Европейский Союз. Это основная задача этих стран. И фактически в декларации указано, что ни одна другая сторона не может повлиять на это решение. Во время переговоров Зеленский, украинский президент, отметил, что три страны, которые подписали ассоциацию с ЕС, нуждаются в более четких сигналах из Брюсселя, поскольку более четкие сигналы противодействия европейской интеграции Украина получают от восточного соседа России, который также борется с евроинтеграцией как в Молдове, так и в Грузии. Для всего континента, Зеленский сказал, Россия является угрозой для всего европейского континента. И также сказал, что не нужно проводить саммиты ради саммитов. Брюссель должен сделать более четкие шаги навстречу Грузии, Украине и Молдове. И, собственно, речь шла о саммите восточного партнерства, который пройдет в декабре, где ассоциированная трио хочет получить более конкретные ответы от Брюсселя, поскольку присоединение трех стран к Европейскому Союзу может значительно усилить это объединение. Вот что сказал Зеленский. Давайте послушаем. Успех. Успех восточного партнерства зависит от нашей способности определить его стратегические цели и усилить его геополитическое значение в Восточной Европе. Именно в таком ключе мы будем работать над декларацией саммита. То есть такая более жесткая дипломатия. Собственно, президенты Грузии и Молдовы разделяют такую позицию. Соломе Зурабешвили и также Майя Санду сказали о том, что для их стран не является безальтернативным движением к Европейскому Союзу. Давайте их послушаем. Мы готовы и решительно защищаем наше европейское будущее, избегая угроз и внешних провокаций. Наш ответ понятен. Это европейский ответ. Мы никогда не будем сдаваться и будем идти в Европу. Наше общее желание приблизиться к Европейскому Союзу на основании наших заслуг. А это демократия, борьба за права человека. Также, что касается президента Европейского совета Шарля Мишеля, который также присутствовал на встрече ассоциированного трио, он назвал Грузию, Украину и Молдову друзьями Европейского Союза и сказал, что они всегда могут рассчитывать на помощь Брюсселе. Также он сказал, что может быть оказано инвестиционное сотрудничество с этими странами. В частности, речь шла об европейском инвестиционном банке, который может предоставить помощь в инфраструктурных проектах, в частности, в капитальном ремонте дорог и их строительстве. Давайте послушаем Шарля Мишеля. Мы сделаем все необходимое со стороны Европейского Союза для того, чтобы усилить диалог на высоком уровне, чтобы выполнить все, что мы пообещали гражданам. Также во время визитов в Батуми президент на вертолете посетил линию разграничения Грузии и ее оккупированной территории Абхазии, где отметил, что сейчас Россия накапливает военные силы на оккупированной территории Грузии. Вот такая информация, такие итоги Батумской конференции. Студия. Спасибо, Артем. Это был наш корреспондент Артем Голуб. Он рассказал об итогах встречи Владимира Зеленского с президентами Грузии, Молдовы и ЕС. Двух сотрудников СБУ, которые напали на пограничников Сумской области, задержали. Третий проходит как свидетель. Инцидент случился в ночь на воскресенье на украинско-российской границе. Двух пограничников избили и забрали табельное оружие. Правоохранители нашли два автомата пограничников с патронами рядом в поле. Во время следствия установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществлял дежурство на автомобиле вблизи села Рясное Сумского района. К ним в час 30 ночи подъехал другой автомобиль, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт. Завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками. Завладели двумя автоматами АКС-74, четырьмя магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении. Нападающими оказались сотрудники СБУ. Еще одно производство в деле бывшего главы Конституционного суда Украины. Госбюро расследования открыло уголовное производство из-за отмены судьями Верховного суда указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил Александра Тупицкого должности. Ранее суд аргументировал свое решение тем, что глава государства не уполномочен увольнять судью КСУ. А в офисе президента заявили, что подадут на это решение апелляцию. Ну а я напомню, Тупицкого подозревают в госизмене и незаконном отчуждении земель в Крыму. Острый дефицит питьевой воды на временно неподконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Так, в городах Хрустальные, Кадиевка и Голубовка и в селах Голубовское донецкие жители получают воду один-два раза в неделю. Также из-за неконтролируемого сброса стоков шахт в Волынцевском питьевом водохранилище концентрация нефтепродуктов превышена в шесть раз. Зашкаливают и уровни нитратов, сульфатов, цинка. По данным международных экспертов, такие действия являются прямой угрозой для жизни и здоровья сотен тысяч людей. Стихийные свалки, уничтожение крымских степей, уникальные флоры и фауны. Из-за действий российских оккупационных властей с 2014 года состояние окружающей среды в Крыму существенно ухудшилось. Об этом идет речь в отчете, который презентовали общественная инициатива КрымСОС и украинские экологи. Больше об этом знают и расскажет Светлана Сыч. Нерациональное использование воды из подземных источников и засоление почвы – лишь одна из экологических проблем, которые привели к действия оккупационных властей в Крыму. На оккупированном полуострове не налажена сортировка и переработка отходов. Количество стихийных свалок только в окрестностях Севастополя достигает полутысячи. Кроме того, канализация не ремонтируется и не контролируется сбросы отходов с кораблей. Стоки попадают в Чёрное море. В случае с Чёрным морем 11 этих глубоководных сбросов из 12 именно в Чёрное море. Лишь один из Керчи-Вазовская. За время масштабных военных учений, постоянного передвижения какого-то количества несметных судов, тралового лова непосредственно у берега, минимум три из этих глубоководных сбросов были повреждены. Причём ближайшее повреждение на расстоянии 35 метров от пляжа. Во время строительства федеральной трассы Таврида и других объектов в крымских парках уничтожили реликтовые деревья кусты можжевельника, которые занесены в Красную книгу Украины. «Вырубка 111 тысяч деревьев, 116 тысяч кустарников на территории Ялтинского горного заповедника и других природоохранных объектов Крыма – оно ушло. И это невозможно восстановить». За семь лет оккупации уничтожили 20 тысяч гектаров в крымских степях, что привело к возникновению полевых бурь и смерчей. Активно власти оккупированного Крыма используют природные ресурсы, в частности украинские нефтегазовые вышки в акватории Черного моря. «В случае эксплуатации других ресурсов, например, песок, была уничтожена Бакальская коса и песок, который там находился, был использован для строительства трассы Таврида и моста через Керченский пролив». По мнению экспертов, Украина потеряла практически всю морскую экономическую зону. Прокуратура автономной республики Крым и города Севастополь уже открыла несколько десятков уголовных производств. Часть из них касаются незаконной добычи полезных ископаемых на территории оккупированного Крыма. «В отношении предприятия «Газконтиненталь», осуществляющего незаконную добычу природного газа на временно оккупированной территории, начато уголовное производство. Также осуществляется исследование правомерности добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в городе Балаклава, а также добыча природного газа Черноморнефтегазом». Последствия российской оккупации Крыма и состояния окружающей среды на полуострове станет темой для обсуждений в рамках саммита «Крымская платформа». Светлана Сыч, Новости Украины. Мощный ливень со штормовым ветром накрыл Киев после аномальной жары. Всего за полчаса интенсивных осадков в столице подтопило несколько станций метро, улицы и путепроводы. Подробнее о последствиях буря расскажет Юлия Грановская. На этих кадрах станция метро «Академгородок». Пройти здесь невозможно, можно только плыть. Станцию вынуждены были закрыть на вход и выход. А это уже другие кадры в районе «Академгородка». Мужчина спасает пса, который оказался в ловушке из-за проливного дождя. Из-за сильных осадков некоторые улицы Киева превратились в реки. Шквальный ветер повалил деревья. Буря накрыла столицу резко. На улице стало темно, как ночью. Жители Киева в социальных сетях делились видео, на котором видно, во что превратились дороги и дворы после обильных осадков. А в районе Нивок и вовсе выпал град. Получасовой ливень привел к коллапсу. Спасатели говорят, впервые за долгое время грозовой фронт накрыл одновременно все районы Киева. У нас грозовой фронт над городом с интенсивностью осадков 40 мм в час. Эта норма совпадает с полумесячной нормой осадков, которая выпадает обычно в Киеве. На пяти локациях были подтопления. Это две станции метро «Академгородок» и «Берестейская». Были подтоплены кассовые залы. Дальше продолжаем работу по ликвидации последствий непогоды. Это Дорогожицкий путь, где значительное количество воды собралось в углублении. И там работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. Над ликвидацией последствий стихии работают спасатели и коммунальные службы города. Это 12 бригад гидрослужбы, 38 бригад по ручной уборке Киева-Автодора. Задействована и специальная техника – гидромониторы, гидроэлеваторы и мотопомпы. «Наибольшее количество осадков именно для западных областей, для Киевщины и для северных областей мы будем ожидать в среду. По Киеву прогностические модели показывают, что осадков может выпасть до 30 мм». Сейчас станции метро Берестейская и Академгородок уже открыты для пассажиров и работают в обычном режиме. Последствия стихии продолжают устранять. Юлия Грановская, Новости Украины. День тренера впервые отмечают в Украине. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский в этот день 25 лет назад. В Олимпийских играх впервые приняла участие команда независимой Украины. Сегодня заслуженным тренером и спортсменом Донецкой области вручили почетные грамоты и денежные премии. Среди награжденных и участники Паралимпийских игр в Токио, которые стартуют уже в следующем месяце. «Это мои четвертые Паралимпийские игры. 12 лет, 15 лет я уже плаваю. Мне сегодня дали заслуженного мастера спорта Украины. Это самое высокое звание в спорте. Для меня это невероятно на самом деле. Если честно, я очень благодарен нашей земле Донецкой. Понятно, что Украина. Но чувствуется, что у нас люди особенные». Государство Украина, конечно, будет делать и все для того, чтобы, несмотря ни на что, продолжать заботиться про достойное финансовое обеспечение. Для того, чтобы делать нашу украинскую команду. Ну что ж, как будут развиваться события, мы, естественно, расскажем уже в следующих выпусках новостей. Обязательно следите за нашими эфирами и за нашими интернет-платформами. Что бы ни случилось, верьте в лучшее и оставайтесь с нами.